Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь обо всем подробнее. Акимобласти встретился с ветеранами и общественными деятелями региона. Кумар Аксакалов рассказал представителям старшего поколения о своих планах и о том, что успел сделать, находясь на посту главы Северного Казахстана. На встречу пригласили самых известных людей нашей области. Это участники Великой Отечественной войны, члены городского и областного совета ветеранов, почетные граждане. Акимобласти отметил символично, что встреча проходит в канун весеннего праздника на Урыс. Это время, когда нужно подводить итоги и строить планы. Кумар Аксакалов выразил надежду, что вместе удастся сделать многое на благо региона. В первую очередь реализовать задачи, поставленные президентом в послании. Буквально за два дня принял всех Акимов районных и городов. Вчера мы закончили встречу и принял отчеты всех руководителей управления департаментов. Повстречались с инвесторами, обозначили проблемы, поговорили, что нам предстоит сделать. А предстоит сделать нам очень многое. Поэтому хотел послушать вас, людей, которые заслуженно отработали на северо-костанской земле, отдали молодость. Представляете, если вы деформируете общественное мнение, у вас тоже очень много предложений будет. Потому что только одна власть не может все сделать. Только вместе общество, старшее поколение, молодежь, неправительственные организации мы можем сделать те задачи, которые говорит дело государства. Послание президента страны обсудили в Мамлюцком районе. Там прошла встреча руководителя управления образования с учителями. Сегодня перед ними стоит задача сгладить информационное неравенство между городскими и сельскими школами. Обучение в детских садах, внедрение IT-технологий, новый формат выпускных экзаменов. Об этом говорили педагоги. Как реализуют поручения главы государства в Дубровинской средней школе, узнавала Александра Солмина. Это кабинет физики. 16 компьютеров для детей, моноблок для учителя. Наталья Кузаева вставляет оценки. Помогает ей в этом программа «Кунделек». Электронным журналом здесь пользуются с начала учебного года. Говорят, система очень удобная. Здесь сразу видно мониторинг этих оценок. И можно видеть сразу средний балл, какой имеется у учеников. Цветовая гамма позволяет сразу зрительно воспринимать, каких оценок больше. Родители могут в любое время выйти и посмотреть, как успевают ученики. Это их подстегивает. И они последнее время, у нас даже появились пятерки, четверки. Внедрение новых технологий – задача из послания президента. Дети должны получать максимум информации. И в школах региона к этому стремятся, отмечает руководитель управления образования Шулпан Каринова. Из 517 учебных заведений области широкополосный интернет есть в 400. В прошлом году, в декабре, для 200 школ мы закупили мультимедийное оборудование. Сейчас, в этом году, уже с 2017 года, начиная, 269 школ получат. Сейчас идут конкурсные процедуры и получат мультимедийное оборудование. Останутся у нас на следующий год только 48 школ, которые тоже средства у нас уже в ближайшей трехлетке, по бюджету уже выделены, получат. То есть 100% нашей школы будут широкополосным интернетом. Обучение должно быть функциональным, а потому система претерпела немало изменений. В сентябре 8,5 тысяч первоклашек начали учиться по обновленному содержанию образования. 870 педагогов прошли курсы переподготовки. Нет проблем и с учебниками. Говорят, в профильном управлении. На литературу выделили 600 миллионов тенге. По новой программе проходят уроки и в первом классе Дубровинской школы. В нашем классе 12 человек на сегодняшний день. Ребята с удовольствием ходят в школу. И, конечно, то, что ввели новое, они принимают положительно. Трехязычие очень любят английский язык, очень любят посещать уроки казахского языка. Кстати, внедрению трехязычия президент страны тоже отводит большую роль. К примеру, уже к 2019 году на языке Шекспира будут ввести информатику, физику, химию и биологию. Ведь в мире 90% научной и художественной литературы издается именно на английском. Конечно, необходимо пройти курсы повышения квалификации, чтобы учителя биологии, физики прошли определенный курс изучения английского языка. И тогда хотя бы объемом каких-то слов владели, потому что многие изучали язык в школе, в институте. И, конечно же, будущее здесь за молодежью, за молодыми специалистами. Не нужно бояться перемен, говорит Шулпан Каринова. Задуманное возможно. И этому есть много ярких примеров. Казахско-турецкие лицеи, школа-интернат для одаренных детей имени Абудас Мухамбетова, Назарбаев интеллектуальная школа. Ученики и преподаватели свободно говорят на английском языке. Но для успехов в средних учебных заведениях нужна хорошая база дошкольного образования. Детские сады и мини-центры посещают 90% малышей от 3 до 6 лет. Это одно из больших достижений нашей области, отметила руководитель профильного управления. В следующем году, по словам Шулпан Кариновой, проблему очередей в детские сады должны полностью решить. Александра Солмина, Желдузбек Ермуканов, новости МТРК. К другим темам. 20 лет военному институту Национальной гвардии Казахстана. Учебное заведение было создано в 1997 году указом президента страны Нурсултана Назарбаева. С тех пор из стен института выпустили порядка 3000 офицеров. В честь праздника на плацу состоялось торжественное построение. Подробности в нашем материале. На плацу сотни курсантов. У военного института праздник 20-летия со дня образования учебного заведения. Постановление о его создании принял президент страны Нурсултан Назарбаев. Так в Петропавловске появилось новое училище. Историю военного института можно условно разделить на 4 этапа. Первый из них, 1997-2001 годы, отправной точкой стало создание нашего учебного заведения, которое имело стратегическое значение для нашего государства. Этот этап связан с образованием, формированием учебного заведения, становлением образовательной деятельности, первым набором курсантов, приведением их к военной присяге, первыми преподавателями, первыми занятиями. В числе первых выпускников Самат Иргимбаев. Знания, полученные в военном институте, стали фундаментом для дальнейшей работы. Именно здесь он полюбил военное дело. Те 97-е, 98-е года, как строительством данного учебного заведения, также и учебной процедурой занимались. Поступил сюда в 17 лет. В 97-м году прибыл. По окончанию, по семи специальностям, профессию выбирали каждый курсант самостоятельно. Прошли должности от начальников служб до заместителя командующего регионального командования. Выпускники военного института – главная его гордость. За 20 лет из стен учебного заведения вышли порядка трех тысяч офицеров. Сегодня они опора безопасности и порядка в нашей стране отметила в своем поздравлении заместитель Акима области Анархан Дюсенова. Особо отмечу, что 54 выпускника служат в подразделениях специального назначения. 15 из них – обладателей крапового берета. Двое награждены государственными наградами. 37 присвоены воинские звания досрочно. В честь юбилея для сотрудников военного института приготовили поздравления и поощрения. Нагрудные знаки, часы с государственной символикой, почетные грамоты. Все те, кто своим трудом помог поднять уровень подготовки курсантов на высокий уровень в числе награжденных. А этот большой подарок от главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан. В армии легко не бывает, а в военном институте тем более, потому что закалку должны получать настоящую, офицерскую. Потому что в будущем служба не предполагает легких для нас путей. И обучение у нас ведется к максимальным условиям, которые будут нас ожидать в будущем, в реальности. Улучшение качества образования офицеров – основная задача военного института. Для этого разработан специальный план развития учебного заведения до 2020 года. Сегодня здесь обучаются порядка 800 курсантов. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Праздничный галоконцерт продолжил поздравительный марафон военного института. Со сцены русского драмтеатра впервые прозвучала авторская песня, посвященная этому учебному заведению. Всего поставили 20 музыкальных номеров. На юбилейном концерте побывала Ольга Файзулина. Курсанты военного института – это люди с хорошей выправкой и железными нервами. А еще они творческие личности. Участвуют в театральных постановках, танцуют и поют. Свои таланты они продемонстрировали на праздничном галоконцерте, посвященном 20-летию вуза. Композиция авторская. Написал ее дирижер оркестра Станислав Кудабаев. Она стала первой в репертуаре нового хора. Коллектив собрали в этом учебном году. У ребят первое выступление перед такой большой аудиторией. Держатся они уверенно. Песня называется «Наш военный институт». Выступали в составе 30 человек. В этой песне написано про курсантов, про их нелегкий путь, про то, как они мечтают стать лейтенантами, про все тяготы, сложности и веселые моменты. 20 лет со дня образования института. Это не только время подводить итоги, но и строить планы на будущее. Нужно идти в ногу со временем. Большие задачи перед вузом ставит президент в своем послании народу Казахстана. У нас есть план развития образовательной служебной деятельности, учебно-материальной базы на 17-20-е годы. Они составлены по направлениям нашей деятельности – учебной, научной, методической, обеспечением материально-техническим, повышение квалификации преподавательского состава, подготовки научных, научно-педагогических кадров. Кала-концерт длился около двух часов. В честь юбилея в его репертуаре было ровно 20 номеров. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. Сейчас короткая реклама на МТРК. Оставайтесь с нами. Впереди еще много важных и интересных тем. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Вы смотрите новости и мы продолжаем. 70 человек за два дня привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Троим пришлось покинуть Казахстан. Это результаты работы полицейских регионов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Гастарбайтер». Подробности операции в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Этого 29-летнего гражданина Узбекистана разыскивают на родине за разбой и кражи. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы еще в 2009 году. Но долго держать за решеткой не стали. Заменили неотбытую часть наказания на исправительные работы с удержанием 20% от зарплаты в доход государства. Однако даже такие условия не удержали мужчину на родине. Я хотел от этого зарабатывать и ушел с Узбекистана. Здесь хотел заработать и оплатить там. Да. Отдать долг. Отдать долг. И закрыть вот этого уголовного розыска. Беглого узбекского осужденного полицейские задержали, когда проверяли документы у транзитных пассажиров. Всего за два дня ОПМ за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан к административной ответственности привлекли 70 иностранцев. Шестерых поместили в приемник-распределитель из-за отсутствия документов. Вынужденно покинули страну три человека. Задача заключается сотрудникам миграционной службы выявление иностранных граждан, незаконно занимаясь в трудовой деятельности, незаконно пребывающих на территорию Казахстана, лиц, находящихся в мест государственном розыске. 17 марта оперативно-профилактическое мероприятие «Гастарбайтер» завершилось. Ксения Куценко при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Праздник доброты и милосердия. В канун Наурыза представители управления природных ресурсов и компаний в Торсырье навестили две семьи. В гости они пришли с подарками. Порадовать малышей получилось благодаря акции по сбору макулатуры. Александр Солмина продолжит. Общительная сана Лира и маленький хулиган Нурсат – радость и гордость Манапа Серегбаева. Не хватает еще дочери Тураи. Она гостит у тети, рассказывает глава большой семьи. Любящий папа – капитан полиции. Только вот от службы пришлось отказаться. На плечи легли совсем другие заботы. Один из самых счастливых и долгожданных моментов жизни теперь вспоминает с болью. Супруга была беременна, четвертым ребенком. Ей сделали кессерова, обнаружили, что онкология по-женски. Пришлось уйти с полиции. Ребенка, младшего ребенка, сына пришлось самому выхаживать, так как он был искусственником. Занимался детьми, атосан, лечением супруги. Человек полагает, плохо располагает. Лечение не пошли на пользу. С тех пор малышам отдает все свое время. Маму не заменишь, но он старается, чтобы дети не чувствовали недостатка в любви и внимании. Особенно девочки. Они отцу отвечают. Помощницы взяли на себя часть женских обязанностей. Убирают квартиру, моют посуду и играют с братишкой. Управление природных ресурсов и компания «Вторсырье» решили заглянуть к маленьким хозяюшкам в гости в канун Наурыза. Они сейчас как раз проводят добрую акцию. 23 февраля она стартовала в первой гимназии. На сегодняшний день 10 школ города уже установлены контейнеры для сбора макулатуры. Все вырученные средства «Вторсырье» будут направлены на благотворительность. И вот сегодня мы решили посетить две семьи. Были определены их нужды и приобретено все необходимое. Старшей дочери Лире нужна была обувь. И вот девочка уже примеряет новые весенние ботиночки. Радостно шагает, позирует как модель. Говорит, очень удобные и красивые. А еще малышам принесли целый пакет сладостей к чаю. Ребята с удовольствием взялись его разбирать. Это твоевой, да? Да. Тетради, газеты, листовки, картон. Благодаря тем, кто не остался в стороне и принял участие в акции, наурыз у детей будет радостным. Активное участие в акции принимают средняя школа номер 7 и первая гимназия. За две недели акции, как уже сказали, нам удалось собрать одну тонну 100 килограмм. Это примерно около 20 тысяч тенге. Акция продолжится, отмечают ее организаторы. К слову, принять участие в ней можете и вы. Для этого нужно установить контейнер для бумажных отходов у себя в подъезде и активно собирать макулатуру. Александра Салмина, Желдузбек, Ермуканов, Новости МТРК. Кошкельден эзнаурыс. В Петропавловске прошел республиканский айтысакынов. В остроумии и артистизме соревновались 12 народных импровизаторов со всей страны. Наша съемочная группа побывала на праздничном музыкальном состязании. На сцене нешуточные баталии. Первая пара – Аруна Керембек из Тараза и карагандинец Максата Ханов. Последний – участник республиканских и международных конкурсов. Но и девушка, не новичок. Соперница Максата – ученица известного казахстанского акына Журсына Ермана. Она студентка Казахского национального университета искусств. «Мой соперник давно выступает на больших сценах. Он один из лучших айтыскеров страны. Я давно мечтала встретиться с Максатом Ахановым. Думаю, что наше выступление получилось интересным». Шесть пар представляют разные регионы страны. Мастера слова приехали из Акмолинской, Южно-Казахстанской, Павлодарской и других областей. Конкуренцию им составляют и наши акыны. У каждого свой неповторимый стиль и манера исполнения. Поют о семейных отношениях, о Наурызии и об истории. «В Петропавловске организовали большое мероприятие. Такого в стране не было последние 15 лет. Очень отрадно, что в зале много зрителей. Это говорит о том, что жители региона любят и ценят народное творчество». Лучшие акыны получат грамоты и денежные премии. Кроме этого, подготовлены призы от Общественного международного фонда «Ержа Небек» имени Турсенбека Какишева и североказахстанского поэта Ерика Аскарова. Кристина Горбаченко, Эльмира Садвакасова, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. А в детской областной больнице прошел большой праздничный концерт. В преддверии Наурыза для медицинского персонала его подготовили артисты филармонии. В их репертуаре отечественные и зарубежные композиции. Всего они исполнили 10 песен. Североказанская областная филармония дает концерты во всех организациях. Концерты посвящены нашему празднику единства народа, празднику Наурыза, который символизирует праздник добра, счастья. Исполнили народ как народные артисты, как заслуженные деятели, так и все артисты почти филармонии. Завтра мы посетим уже перинатальный центр, пожарную часть и многие другие. Далее о спорте. Чемпионат области по баскетболу стартовал сегодня в Петропавловске. В соревнованиях участвует порядка 120 спортсменов. Это девушки и юноши 12-14 лет. Всего 7 команд. На первых играх побывал мой коллега Денис Севков. Глаза горят, в них азарт и уверенность на победу. Эти юные ребята только начинают свою спортивную карьеру, но уже надеются в скором времени участвовать в соревнованиях международного уровня. Чтобы попасть на мировую арену, нужно проявить себя на городских и областных первенствах. На таких, как сегодня. 7 команд, это порядка 120 юных баскетболистов, борются за титул победителя. На эти соревнования не так уж много приезжает к нам детей из районов. Известно, что в районах занимаются активно баскетболом, но по каким-либо причинам дети не приезжают. Хотелось бы на это обратить особое внимание. Турниры у нас не так уж частые. И дети должны показать. От этого зависит развитие баскетбола в области. Сейчас на баскетбольной площадке команды из района Шалакына и города Мамлюдки. Они в красном. С самого начала огненные. Активно атакуют. Мечи в сетку противника летят один за другим. К концу последнего отрезка игры сборная Мамлюдки дожимает шалакынцев. Счет 35-10. Игра прошла хорошо. Мы победили. Но соперниками было тяжко. Они хорошо игрались. Мы готовились давно к этому матчу. Но мы защищались персонально. Не зону, потому что у нас было пятеро. Мы играли без замены. Соревнования в Петропавловске продлятся три дня. Победители получат медали, грамоты и кубки. Денис Ивков, Казбек Ирыхбаев. Новости МТРК. Пример во всем. Учителя области показали отличную физподготовку. В честь Наурыза они провели соревнования по волейболу. В какой из школ самые спортивные педагоги расскажет Джон Сулута Стемирова. Биологи, историки, филологи. Здесь их специализация не имеет значения. Важно то, насколько они сильны и ловки. Сегодня учителя школ области встретились на волейбольной площадке. Такие дружеские матчи между педагогами проходят ежегодно. Это уже их четвертая встреча. Сегодня через своих школ защищают семь команд. Испытать свои силы приехала и сборная лицея Парасад Козлужарского района. Эти соревнования традиционно проходят в нашей школе. В этом году они приурочены к празднованию Наурыза. Главная цель – формировать среди учителей здоровый образ жизни. Потому что мы – пример для молодого поколения. Поддержать учителей пришли и их воспитанники. Кто-то в качестве болельщика, а кто-то в составе сборной. По правилам это не запрещено. Но основными бомбардирами стали, конечно же, физруки. Пара подач и Айдар Валиев выводит свою команду в фавориты. Участвуем ежегодно. Оцениваем соперников всех как сильных. Стараемся недооценивать соперника, потому что чревато поражением. Против них играет команда шестой школы. Она считается одной из сильнейших. В прошлом году учителя взяли серебро, уступив место коллегам из Назарбаев интеллектуальной школы. Но в этот раз сборная гимназии оставляет призеров позади. Здоровый образ жизни никогда никому не помешал. Я всегда за соревнования. Волейбол, баскетбол, в принципе, когда учила в школе, я этим занималась. Поэтому навыки как бы остались. Поэтому использую их. Стремление учителей к участию в спортивных состязаниях поддерживает областной центр формирования здорового образа жизни. Как и полагается, чемпионам вручили кубок, призеры получили дипломы. Шансулут Астемирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Городские соревнования по национальным видам спорта, посвященные на Урызу, стартовали в Петропавловске. В них участвуют ребята 30 школ. Играют в Тухускумалак и Осыке. Репортаж Ольги Файзулиной. В школе-лицее Альфа-Раби стартуют соревнования по национальным видам спорта. Организовал их в Молодежной Маслехот области при поддержке отдела образования. Посвятили игры празднику весеннего обновления на Урызу. В серверном регионе сейчас очень популярны такие виды спорта. Мы часто видим во дворах, как дети играют АСЭК, интересуются Тухускумалаком. Ведь данные виды игры, они развивают мышление, критическое мышление, математику. Всего в соревнованиях участвует около 70 детей. По результатам жеребьевки судьба свела воспитанников школы-лицея Альфа-Раби и 14-й школы. Они бросали АСЭКи, но не выбили ни одного. Засчитали ничью. Чтобы определить победителя, расстояние решили уменьшить. Выигрывает тот, кто первым выбит АСЭК. Повезло уже Дыре Исиной. Я люблю эту игру, потому что мы с одноклассниками играем в нее на уроки физкультуры и на перемене. Нам бы хотелось, чтобы эти игры проходились чаще всего. В АСЭКОТУ правила четко регламентированы. Кидать сверху нельзя, есть и определенное положение руки. У опытных игроков уже видны индивидуальный стиль и подход. У каждого игрока есть собственный АСЭК, называется САКА. Он должен быть крупнее и тяжелее тех, что стоят в ряду. Чтобы не перепутать с другими, владелец красит его в любимый цвет и верит, он принесет победу. Победителей выявят в каждом виде спорта. Их ждут дипломы и подарки. Это дартс, шахматы и спортивные сумки. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на субботу – 18 марта. Днем ясно, без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью – 17, минус 19, днем – 5,7 градусов ниже нуля. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно асматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформ Орион. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформ Орион полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратно асматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформ Орион делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами, Акваформ Орион занимает в 3 раза меньше места на кухне, очищает воду в 3 раза быстрее, экономит до 9 тонн воды в год. Срок службы модулей в 2 раза больше, а расходы на обслуживание в 2 раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. Акваформ Орион Питьевая вода премиум класса у вас дома. Акваформ 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 Акваформ